Это прямой эфир ННТВ. Интерактивный канал День за днём. В студии Оксана Ткаченко и Илья Приходько. Здравствуйте. Сегодня в стране и в Нижнем Новгороде стартует большой спортивный праздник. Чемпионат мира по футболу 2018. Но виды спорта бывают разные. И спортивные площадки тоже бывают разные. Кому-то повезло чуть больше. И у нас теперь открыт новый большой красивый стадион Нижний Новгород. Но на грани закрытия Нижегородский ипподром. Судьбу Нижегородского ипподрома и конного спорта в нашем регионе в целом обсуждаем сегодня. День за днём мы начинаем. Ну стадион правда красивый, большой, вместительный. Я уже, честно говоря, забываю, сколько миллиардов было потрачено в целом на футбол и конкретно на этот объект. Как-то подзабыли про всё остальное. И это правда. А знаешь ли ты, что Нижегородскому ипподрому в этом году исполнилось бы или исполнится всё-таки 140 лет. Он один из старейших в России. Возможно, праздник был бы большим. И какие-то хорошие подарки мог бы получить этот спортивный объект. Но пока вот получается, как получается. Есть органы, которые говорят, что нужно загрывать эту спортивную площадку, потому что она не соответствует многим критериям. Так может быть и правда, так и нужно сделать. И нет перспектив у Нижегородского конного спорта или у конного спорта в Нижегородской области. Вот об этом мы сегодня будем говорить в интерактивном канале день за днём в прямом эфире ННТВ. Ну, я так думаю, что девочкам всегда нравятся лошади, конный спорт. Они считают, что это красиво. И ты будешь наверняка на стороне сохранения ипподромов в целом, в нынешнем виде, даже таком пугающим отчасти. А мальчикам наверняка нравятся девочки на лошадях, нравится скорость, гонки, скачки и, конечно же, тотализатор. А мальчикам всегда надо объяснять, на что пойдут вот те самые деньги, бюджетные, небюджетные, неважно, любые. Поэтому здесь могут быть разные точки зрения. Разобраться, кстати, в этой сегодняшней непростой теме нам поможет наш гость. И он, знаете ли, действительно впечатляет, я бы так сказал. Это человек, который в 90-х годах занимался перевозками, строительством и торговым бизнесом. Ничего не предвещало конной темы. Но уже в 1992 году ему доверили перевозить сборную России по конному спорту на Олимпиаду в Барселону. А по профессии наш сегодняшний гость — математик-кибернетик. Кто же эта удивительная личность, узнаем уже совсем скоро в прямом эфире ННТВ. Ну, а прямо сейчас снова актуальная информационная картина дня. В студии появляется наша коллега Анна Кормакова. Ань, привет. Что нового происходит в Нижнем и в области? Да, здравствуйте, ребята. Я готова рассказать о главных событиях к этому часу. Это «Время новостей». Итак, сегодня четверг, 14 июня. И вот что уже произошло в регионе к этому часу. Материалы наших корреспондентов. С сегодняшнего дня, точнее даже со вчерашнего вечера и до окончания футбольного первенства сразу несколько улиц в центре Нижнего Новгорода станут пешеходными. Так, парковка любых транспортных средств запрещена на участке Зеленского съезда до Почаинского оврага. Полностью ограничено движение по главной пешеходной улице областного центра Большой Покровской. Недоступно для автомобилистов и улица Пескунова до пересечения с улицы Алексеевской. А также участок улицы Алексеевской от Пескунова до площади Минина. Закрыто полностью для транспорта и улица Варварская. Движение ограничено на улицах Ульянова и Минина. Все оставленные автомобили будут в экстренном порядке эвакуированы. Место нахождения машин в таких случаях можно уточнить по телефонам, которые вы видите на экране. 8 831 417 17 07 424 45 45. Все эти меры принимаются для комфортного, а главное – безопасного пребывания на фестивале болельщиков. Около 7 миллиардов рублей принесет Чемпионат мира 2018 Нижнему Новгороду. Об этом заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин на пресс-конференции, посвященной открытию городского пресс-центра в столице Приволжья. Глава региона ответил на вопрос журналистов о том, какой экономический эффект ожидается по итогу Мундиаля. Пока только индустрия общественного питания и размещения, по нашим оценкам, получат дополнительный доход от 6 до 7 миллиардов рублей, сказал Глеб Никитин. 14 июня во всем мире отмечается День донора. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача. В 1930 году он получил Нобелевскую премию за открытие групп крови человека. Врачи говорят, что донорская кровь необходима каждую минуту. Пациентам при хирургическом вмешательстве сложных родах онкобольным, пострадавшим в ДТП, Нижегородский областной центр переливания крови ежедневно поступают заявки на ее компоненты из 200 больниц региона. Далее в базе данных подбирают донора, который подойдет по группе, резусу и фенотипу. Его приглашают в центр возраста, значения не имеет. Главное, хорошее здоровье. В свое время мне кто-то дал свою кровь, а теперь я рада готова и рада помогать людям. Я знаю, что моя кровь будет оставаться другим. Я, может быть, спасу эту жизнь. Прямо сейчас начала работать площадка фестиваля болельщиков FIFA на площади имениной Пожарского. Она будет работать ежедневно в дни матчей с 14 июня по 15 июля 2018 года с 13.00 и до полуночи, за исключением 7 дней, свободных от трансляции матчей. Территория, задействованная под фан-зону, будет занимать площадь от памятника Чкалову до Мининской башни и вмещать до 15 тысяч человек. На площадке фан-зоны будет размещен огромный экран со сценой и дублирующий экран в центре фан-зоны. Таким образом, практически из любой точки территории болельщиков можно будет наблюдать за игрой любимой команды. Вход свободный. Всю зарплату за сборную России. Одна из жительниц Богородска и Нижегородской области на чемпионате мира по футболу болеет исключительно за нашу сборную. На импровизированном тотализаторе сделала ставку на сборную России. На Россию! На Россию! Все на Россию ставлю! Синицын! Искребков! Все на Россию ставлю! Все на оплату ставлю на Россию! Жень, сколько ставишь? Еще Симонов придет много. Все ставлю на Россию. Давай, Россия! Я верю в тебя! И вот какие события еще ожидаются сегодня. Буквально через полчаса в 14.00 состоится официальное открытие фестиваля болельщиков в фан-зоне на площади Минина. В 17.00 в Москве состоится церемония открытия чемпионата мира 2018 на главном стадионе Мундиаля Лужники. В 18.00 начнется матч открытия чемпионата мира игра Россия-Саудовская Аравия. Ее можно посмотреть на большом экране в фан-зоне. В 22.30 движение транспорта по Нижневолжской набережной будет приостановлено. Когда многодетные семьи получат земли под строительство домов, которые положены им по закону? В этом вопросе разбиралась рабочая группа Общероссийского народного фронта. Специалисты провели выездное совещание в Пыре Володарского района, а также встретились с жителями. Подробности у Олега Лаврова. Участки под строительство домов с уже готовой инженерной инфраструктурой должны были выделить этим многодетным семьям еще в 2014-м. Но за прошедшие 4 года ни сетей газоснабжения, ни электричества, ни каких-либо других коммуникаций здесь, на этих 50 участках, люди так и не дождались. Мы должны были уже здесь начать стройку. И многие, в принципе, заказали и дома, чтобы строиться. И в конечном итоге это тянется уже в 2018 год. В прошлом году по инициативе народного фронта была создана дорожная карта, в которой четко прописаны все сроки работ по решению проблем в Держинском поселке Пыра. За год вырубили лес, чтобы освободить участки под проведение коммуникаций. Специалисты ОНФ приехали сюда с проверкой. Контракт по вырубке, он до конца года. Поэтому деньги будут закладываться на следующий год. По плану, коммуникации здесь появятся в следующем году. Межевание территорий уже проведено. Однако, как оказалось, часть участков под строительство домов попадает в зону подтопления. Строиться там невозможно. То есть смысл давать участки там, где строиться невозможно. Многодетным семьям было предложено написать заявление главы администрации о замене данных участков. В Пыре после вмешательства Народного фронта территорию, чтобы уже наконец начать здесь строительство, подготовят до конца этого года. Олег Лавров и Максим Веселов. Время новостей. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Итоги дня подведем в 19.30. И у нас в гостях заведующая отделением комплектования доноров Нижегородского областного центра крови имени Климовой Галина Бодунова. Сегодня отмечается Всемирный день донора. Насколько это важно сдавать кровь? Кто может стать донором крови? И какие льготы полагаются этим людям? Куда идет донорская кровь? Об этом мы поговорим. Оксана, Илья. Аня, спасибо. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь была донором крови? Нет, ни разу не пришлось. И, честно говоря, боюсь крови, но, может быть, когда-то я и решусь. Боишься крови, в том числе, своей собственной. Понятно. Спасибо большое, Аня. Спасибо. Ждем с нетерпением твое возвращение в нашу студию уже через час с актуальной информационной повесткой. А мы возвращаемся к нашей теме. Сегодня говорим о том, что будет с Нижегородским ипподромом. Уже 26 июля этого года в арбитражном суде Москвы начнется рассмотрение иска о банкротстве российского ипподрома. В состав этого акционерного общества входит 17 российских ипподромов, три из которых находятся в Приволжском федеральном округе, в том числе и Нижегородский ипподром. На площадке которого, кстати, сейчас находится около сотни лошадей. Что будет с ними и вообще с конным спортом? Это действительно хороший вопрос, потому что, наверное, человек, который не сильно посвящен в дела конно-спортивные, какое впечатление складывается? Есть ипподром, он находится в ужасающем состоянии. Значит, и спорта как такового нет, если, собственно, спортивный объект настолько плохо выглядит. Напоминаем, что у нас также работает для вас и голосование в группе ВКонтакте, официальном нашем сообществе, называется День за днем ННТВ. Мы пытаемся ответить на один большой фундаментальный вопрос во многом. А нужен ли вообще Нижнему Новгороду ипподром? Мы, может быть, вообще ни разу не конная столица, можно так сказать? Знаешь, мне кажется, если сейчас вот опросить, знают ли нижегородцы, где находятся ипподром, около трети скажут, что даже и не знают территориально, где это. Вариант первый для голосования. Да, с удовольствием посмотрю бега, но если уж есть ипподром, то нужно на него ходить и действительно смотреть что-то зрелищное и увлекательное. Если вы действительно понимаете, о чем идет речь, если представляете, как выглядят вот те самые бега, тогда выбирайте именно этот вариант в нашем голосовании. Далее идем. На второй позиции вариант нужен, конечно, но только если содержать его будет федеральный бюджет. Нет, нам, конечно, надо. Давайте сделаем как с футбольным стадионом. Москва поддержит, заплатит, отремонтирует и все, тогда будет хорошо. Можно и бега будет посмотреть. И вариант третий для голосования. Лучше бы построили современную хоккейную арену. Ну, это такой альтернативный вариант, если кто-то скажет, нужна баскетбольная площадка, волейбольная, хоккейная арена. Ну, любой другой вид спорта развивайте, а про коней забудьте. Ну, в принципе, с таким же успехом здесь мог бы быть и вариант, давайте просто разделим эти деньги и раздадим жителям Нижегородской области. Такое часто можно прочитать в интернете. Ну, мы с тобой много говорим о том, как выглядит Нижегородский ипподром сегодня. Уверены, что не все наши телезрители, как ты правильно сказала, представляют масштаб бедствия. Давайте посмотрим видеоматериал наших коллег. Вот там все подробно как раз и проиллюстрировано. Один из самых красивых и зрелищных видов спорта, конечно же, конный. Стильный наездник, грациозная лошадь, удивительный тандем человека и животного, полное взаимопонимание и доверие – вот, что привлекает внимание зрителей. Эти кадры сделаны в конно-спортивном клубе «Пассаж». Конкур, выиск, троеборья, красоту происходящего дополняет общая атмосфера. Удобная инфраструктура, оборудованный манеж, разминочное поле, чистые ухоженные конюшни. А эти кадры – с Нижегородского ипподрома. Разрушенное здание, прогнившие трибуны, конюшни в аварийном состоянии, опасные для жизни животных. Полное запустение. А ведь скачки и бега – не менее зрелищный и азартный вид конного спорта. Но только не здесь. Почему владелец спортивного сооружения, акционерное общество «Российские ипподромы», не принимало никаких мер, когда все медленно приходило в негодность? Это вопрос. Желание восстановить разрушенное отсутствует напрочь. Руководству компании показалось, куда проще законсервировать площадку и вовсе не использовать. По поводу чего и был издан соответствующий приказ. Нижегородские владельцы лошадей направили письмо главе региона, Глебу Никитину, в котором просили вмешаться в ситуацию и не допустить закрытия ипподрома. По поручению Никитина, министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов провел совещание с участием представителей акционерного общества «Российские ипподромы», после чего приказ о консервации ипподрома в Нижнем был отменен. Объект включили в долгосрочную программу развития, которая находится на согласовании в правительстве России. Кроме того, в региональном правительстве прорабатывают вопросы о предоставлении собственных мер поддержки ипподрома. Так что есть надежда, что рано или поздно мы увидим зрелищные, азартные, захватывающие дух скачки. А пока завидуем. Глядя на эти кадры, на ум, конечно же, приходят строчки песни «Выйду в поле с конем». Вот там все это есть. Трава по пояс, да, и практически полное запустение. Так выглядит сегодня Нижегородский ипподром. Вопрос, у нас ребром стоит, надо или нет тратить вообще какие-то деньги и пытаться восстановить это. Проще, может быть, снести и новое построить. Телефон прямого эфира 434-34-77. Есть возможность с течения ближайшего часа дозвониться в эфир, высказать свою точку зрения. Наверняка она есть у каждого нижегородца. Свою позицию и свое отношение к этому спортивному объекту. Ну а прямо сейчас мы с удовольствием представляем нашего сегодняшнего гостя. Кто же это? Давайте и узнаем информацию подробнее. Анатолий Балыкин. Основатель и директор конно-спортивного клуба «Пассаж». Вице-президент Федерации конного спорта Нижегородской области. Анатолий Геннадьевич, просим вас пройти к нам сюда, в дневную студию. Добрый день. Добрый день, рад вас приветствовать. Сегодня у нас. Мы говорим сегодня о Нижегородском ипподроме и вообще о развитии конного спорта. Я думаю, что вы, как никто, поможете разобраться нам во всей ситуации и быть экспертом. Спасибо за согласие. Мы начинаем, как всегда, с блиц-опроса. Это короткие вопросы, короткие ответы, которые, естественно, связаны с вашей деятельностью. Лошадь лучше автомобиля? Безусловно. Лошадь? Конечно. Вы на лошади приехали сегодня в Тебюси? Нет, я приехал на автомобиль, но лошадь позволяет заниматься многими вещами. Во-первых, это есть животное, с которым ты общаешься, очень опытное, грациозное, красивое животное. А во-вторых, ты имеешь возможность заниматься спортом. Вы умеете разговаривать с лошадьми на одном языке? Как с собаками, с лошадьми совершенно спокойно можно общаться. Они все понимают, они могут тебе показать, что они хотят, и могут тебе показать, что им не нравится. Вот сейчас, например, Татьяна Костерина, наша спортсменка, выступала на чемпионате Европы в Гетеборге. Она слезла с лошади, и ее взяли на интервью. Она просто не сказала, не спасибо, не сказала, хотя вы поступили очень здорово. И пришла на конюшню, она стоит в дневнике, не ест. Просто тупо обиделась за то, что не похвалили ее, не погладили, ничего, просто убежали. И пока она не извинилась, несколько раз не сказала, что я так не буду, я случайно, все, лошадь начала есть. Отличная история. Ипподром частный или государственный? Мне бы, конечно, хотелось поширенно эту историю. Пока коротко, мы еще вернемся к этой теме. Ну, во всем мире частный или общественный. Вы бы стали есть конскую колбасу? Нет, никогда. Конный спорт, это прибыльно? Конный спорт, это для души, это позволяет выставить жизнь совершенно другим способом. Наш блиц окончен. Мы пытались как раз понять при подготовке нашего сегодняшнего эфира, прибыльно это или нет. Как мы это можем понять с точки зрения обывателя? Просто попытавшись смоделировать ситуацию, когда кто-то хочет своего ребенка записать, например, заниматься конным спортом. И мы провели небольшой такой журналистский эксперимент, позвонили и узнали, сколько же стоит обучение ребенка в одном из нижегородских конно-спортивных клубов. Давайте посмотрим. Попытаемся отправить ребенка заниматься конным видом спорта. Сколько это будет стоить? Интересно. Татьяна, добрый день. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, можно ли к вам отправить ребенка заниматься конным видом спорта? Можно. А с какого возраста? Вот моей 6 лет, рано? Ну, 6 лет можно. Можно группой заниматься, можно индивидуально. Понятно. А насколько безопасно для такого маленького ребенка? Ну, для такого вообще полный слов считается строго опасным на самом деле. Для маленького ребенка безопаснее индивидуально заниматься. Ага. А требуется что-то для экипировки? Или у вас все есть? Или покупать нужно? Для экипировки требуется от вас спортивная одежда, спортивная пить одежды, можно джинсы, шлем в молодоем, хлыст в молодоем. Можно привезти в магазине конный край специальные, чтобы не набивать до синяков ноги. Так. А можно быть уверенным, что профессионалы занимаются с ребенком? Можно быть уверенными. Ясно. Можно подъехать и посмотреть. Ага. Нужно 2 раза в неделю заниматься? Ну, вообще, для получения зарплаты, да, минимум, извините, совет, минимум 2 раза в неделю. Ага. И самое главное, сколько стоит? Вот вы советовали индивидуальное занятие, сколько будет стоить? Индивидуальное, разово, стоит 800 рублей, можно купить абонемент на 8 за месяц, 4 800 рублей. То есть около 5 тысяч в месяц, да, получается? Да. Ага. Ага. Ясно. Хорошо, Татьяна, спасибо большое, тогда до связи. Я хочу позвонить. Всего доброго. До свидания. Недешево совсем. 5 тысяч в месяц. Это еще без экипировки, но они, правда, дают частично. Получился у нас журналистский эксперимент. Нам реальные цены назвали. Вот 5 тысяч в месяц, это вот объективная такая цена. Может быть, это даже дешево по сравнению с другим? Какие вообще расценки на этом рынке есть в Нижегородской области? Вот которые нам назвали? Ну, вот приблизительно такие, которые вы слушали. Плюс-минус там отличается. Но если вы хотите заниматься там большим спортом, там, конечно, все дороже. Все уже серьезнее. Но на начальном этапе вот примерно такая ценовая политика. А если говорить о какой-то мировой практике, наверняка знаете, вот в мире это дороже, чем у нас в Нижнем Новгороде? Ну, мы же интегрируем мировой конный спорт. У меня спортсменка занимается немецкого тренера. Мы платим минимум полторы тысячи евро в месяц. Ого-го. Вот за нее. Сразу захотелось заниматься у нас в Нижегородской области. Но мы занимаемся на уровне мирового конного спорта. Она готовится попасть, отобраться в сборную страну. Это не считает турниров, не считает там еще каких-то вещей, специальных подкормок, добавок. Могу сказать, вы знаете, наверное, такая лошадь Балагур была, которая у нас много выступала. Вот он стоит на пенсии у нас в Германии. Вот мне сегодня пришел счет за прошлый месяц на 1200 евро за пенсион, который у него там в Германии. Для обеспеченных получается такая развлечения, язык не поворачивается, но тем не менее скажу так. Нет, ну, конечно, если с чугольным спортом заниматься, нужно хорошо зарабатывать. Это первое. А второе, если вы детей приводите, детям должны дать хорошее образование, чтобы они, во-первых, были умными, потому что конный спорт должен быть умными и образованными. Ну, образованными, скажем. Вот. И они должны тоже зарабатывать деньги, чтобы всю жизнь иметь возможность заниматься конным спортом. А может быть, даже скажете, сколько надо в месяц зарабатывать, чтобы без болезни заниматься? Я просто пойму, я подхожу или нет сразу. Нет. Ну, вы видели расценки. Вы можете за 5 тысяч просто заниматься конным спортом. Если вы хотите заниматься на уровне, мировом уровне, должны тратить там 2500 евро в месяц. Мы поняли. Травмоопасно, дорого. А плюсы какие? Давайте с вами разберем. Плюсы? Ну, я бы сказал, что вы занимаетесь спортом и общаетесь с прекрасным животным, с умным животным. Конный спорт вообще всегда праздник. Вот вы показали ипподром. Конечно, это неправильно. Мировые ипподромы находятся в другом состоянии. И вы здесь сказали, что у нас конный спорт в Нижегородской области отсутствует или не развивается. Могу сказать, что мы развиваемся очень бурными темпами. И вот за последние 5 лет у нас количество клубов конных, которые в Нижегородской области с 15 или с 13, за 50 перевалило. У нас, по-моему, 52 конных клуба. Вот мы сейчас строим два манежа. Еще строят три грации манеж новый, курцевый манеж, ассамблея манеж. На несколько манеж строятся конные комплексы. Значит, это востребовано и интересно. И все это частные. У нас всего там 2-3 школы государственные, но развиваются именно частные клубы. И 90 с лишним процентов это частные клубы. И они действительно востребованы. Как только появляются в регионе или в городе беспечные люди, сразу начинается конный спорт. Точно так же и по ипподромам тоже. Атур Геннадьевич, можно скажу крамольную мысль. Раз у частных бизнесменов все хорошо, может им сложиться и ипподром построить? Вы простите за такой вопрос, конечно. Вы должны понимать, что мы занимаемся спортом под эгидом Федерации конного спорта. Есть три вида, по которым соревнуются на Олимпийских играх. Это конкурс, выиск и трейбори. Есть еще четыре вида, по которым проводятся чемпионаты мира. Основные виды, которые есть, это пробеги, это есть вольтажировка. Кстати, мы тоже сейчас у себя вольтажировку открываем. Это вестерн. Есть гонки на повозках, так называемые. Вот эти виды, по которым проводят чемпионаты мира. Что касается ипподрома, это проводится под эгидой Министерства сельского хозяйства. Это первое же для испытания лошадей на резвость. Это либо бега, либо скачки. Это как Формула-1. Вроде Формула-1 никакого отношения к автомобильной промышленности не имеет. Но, тем не менее, там и специи, новые детали, новые двигатели, новые еще какие-то конструкции. Новые подковы, в конце концов. Нет, подковы у всех одинаковые. Здесь то же самое. Здесь идет отработка лошадей, которые нарезаны в первую очередь. При этом это красивое зрелище, как Формула-1. Вот продолжим давайте сейчас разговор о затратах, которые... И посмотрим на интересные цифры, которые мы подготовили для вас. И посмотрим, вот примерный суточный рацион лошади. Из чего он состоит? Сначала посмотрим на год. Получается 2 тонны овса. Вы можете нас поправлять, если что-то будет не так. 5 тонн сена, половина тонны отрубей, тонна сочного корма и 13 килограммов соли. Получается, что всего в день еды 23 килограмма. Все так, все вот эти вот... Ну, плюс-минус, да. Мы все пытались понять, для чего столько соли. Ну, соли я не знаю, кто-то считал. Столовая ложка в день, получается? Нет, там есть специальные лизунцы, они едят сколько хотят. Вот эти висят на ниточке, которые... Да, да. Если честно, я не считал, сколько соли. Мы овес и сено считаем, а вот... Вот будет вам домашнее задание после нашего эфира посмотреть, посчитать. Давайте еще несколько цифр мы посмотрим. Здесь переходим уже, наверное, непосредственно. К Нижегородскому ипподрому конкретно. Чтобы выполнить требования пожарных, которые предъявляют к Нижегородскому ипподрому, сейчас нужно 1 миллион 300 тысяч рублей. Административно-техническая инспекция тоже выставляет свои требования. Чтобы устранить эти нарушения, нужно потратить 450 тысяч рублей. А есть еще и те нарушения, которые выявил Ростехнадзор, между прочим, да. Мы просто здесь не показываем. Благотворительный фонд для сравнения, да, который на спасение Нижегородского ипподрома ориентирован, собрал только 130 тысяч рублей. Мне кажется, абсолютно несопоставимые цифры. Абсолютно. Совершенно. Там, наверное, нужно миллионы вкладывать. Я думаю, там миллиард. Отлично, это цифры. Не соберут никогда. А может, тогда проще не восстанавливать. Давайте прямо сейчас к нашему разговору подключим еще одного человека. С нами на прямой телефонной связи. Директор конного клуба Ассамблея, конезаводчик, нижегородский предприниматель Елена Гунько. Елена, день добрый. Вы в прямом эфире. Добрый день. Елена, вам вопрос такой. Вообще нам ипподром нужен нижегородский. Надо ли восстанавливать, искать сейчас какие-то деньги, которые могли бы на этот объект пойти? Или как-то надо по-другому решить эту ситуацию? Я думаю, здесь вопрос так нельзя ставить. С точки зрения, я бы сравнила наш ипподром с тем же стадионом. Дело в том, что закрывая ипподром мы просто лишаемся одной точки нашего зрелища, нашего вида конного спорта. То есть еще одного направления, на которое можно пригласить людей, которые будут смотреть эстетизм и смотреть... Я не знаю, я бы сравнила бега, который происходит на ипподроме, это с тем же футбольным матчем, с тем же хоккейным матчем. Потому что когда бежит любимая лошадь, когда она выигрывает, человек встает и так же кричит, так же, когда забивается гол. Я бы это сказала. Поэтому с точки зрения, с моей точки зрения, какой не владельца, я считаю, что ипподром нельзя закрывать. Он должен приносить, и он может приносить прибыль городу и удовольствие нашим Нижегородцам. Мы подошли как раз к самому важному моменту. Вы, как человек, который в этом конном бизнесе уже не первый год, должны понимать, а что мы можем сделать для того, чтобы Нижегородский ипподром приобрел ему, может быть, вторую жизнь? Нужно вернуть его функционал, то, что он был и чем он занимался. Сейчас на ипподроме 21 рысак и больше верховых лошадей, которые занимаются, стоят на постое, либо любитель занимается конным спортом на ипподроме. Рысаков каковых нет. То есть функционал испытания, зрелищность, ее нет. Для этого нужно просто вернуть функционал. Может, не такими большими затратами, как предполагается миллионами, миллиардами. Может, просто понять, какая должна быть экономическая модель существования на данном этапе этого ипподрома. Елена, вот как раз про экономическую модель я хотела бы говорить. Для меня просто один вопрос, самый главный в сегодняшнем обсуждении лично. Кто должен давать деньги? Государство или это бизнесмены, которые, не знаю, такие, как вы, например, которые заинтересованы в сохранении этого объекта? У вас какой ответ на этот вопрос? Ну, хотелось бы сказать, конечно, государство. Потому что в большинстве зарубежных стран ипподромы находятся на содержании государства. Потому что ипподром — это развитие коневодства. Государство. Да, коневодство всегда было, так сказать, стояло... Государство стояло... Государственная спортивная политика. Спасибо большое. Елена Гунькова была с нами на прямой телефонной связи. Нижегородский конезаводчик, предприниматель и директор конного клуба «Ассамблея». Анатолий Геннадьевич, вы в самом начале нашего эфира попытались, видимо, занять другую позицию. И говорили о том, что частные инвестиции должны вытягивать всю эту историю. Знаете, здесь как система должна быть. Конечно, это, так или иначе, прерогатива сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства. И то, что там поддерживают ипподромы на Западе, зато не дают развиваться частным фирмам, частным фирмам, которые содержат лошадей, разводят лошадей, продают лошадей. В Германии, например, всего продается 60-70 тысяч жеребят каждый год. И эти лошади где-то должны всплыть все равно. Пусть они там верховые будут или там на бегах будут участвовать. В той же Франции тоже, в Англии. Могу сказать, что, например, Турция взяла, и они создали ипподромное дело с оборотом 10 миллиардов. С нуля. И нам бы тоже надо бы. Государство пошло, во-первых, там разрешило все тотализаторы. Мне все эти вот, то, что вы там перечислили, все там разные требования убрало. И вот поставила задача развития тотализаторов, развития скачки и бега в Турции. Я помню, что в Японии там, по-моему, 30 миллиардов. У нас у государства очень сложное, на самом деле, отношение к любым тотализаторам. И казино одно чего стоит. Давайте мы сейчас прервемся. У нас во второй части программы любопытные факты относительно конного спорта, конечно же. Посмотрим, насколько это безопасно или нет. А также ответ правительства Нижегородской области относительно будущего Нижегородского ипподрома. Но все это будет после рекламы на ННТВ. Одежда ведущим предоставлена магазином «Финфлайр». Это прямой эфир ННТВ. Мы возвращаемся. Интерактивный канал «День за днем». Нужен или нет Нижнему Новгороду ипподром? Обсуждаем сегодня. Телефон прямого эфира 434-3477. Нам звонят телезрители. Вот Николай позвонил к нам и сказал, что Нижнему Новгороду нужен ипподром, и стадион, и хоккейные площадки. Это, по мнению нашего телезрителя, не взаимоисключающие варианты. Олег позвонил также и сказал, что я выступаю за восстановление ипподрома. Вот так коротко и емко человек. Напомню, действует опрос в нашей группе ВКонтакте «День за днем». И там тоже есть комментарии. Например, Алексей написал, бред полный, заезды из двух-трех лошадей, кому они нужны? Зрителей человек 5-10, максимум было 50. Конюшни в аварийном состоянии, соревнования по выездке на низком непрофессиональном уровне. Любой загородный клуб переплюнет ипподром по отношению к лошади. А самое главное здание стоит без окон, рядом с крупным объектом автостанции. Ладно, позорит город, но ведь небезопасно. В проемы можно что угодно закидать. Какой, я бы сказал, ипподром и ненавистник написал такой комментарий. Давайте сейчас еще подробнее поговорим о судьбе Нижегородского ипподрома. Сделаем это вместе с нашей гостьей. К нам присоединяется Мария Горайц. Мария, проходите, пожалуйста. Рады вас приветствовать. Рядом с Анатолием Геннадьевичем, пожалуйста. Мария, вы... Мария всей душой переживает за Нижегородский ипподром. Сразу объясним ситуацию. И вот по поводу последнего комментария, я думаю, вам есть что сказать. Но просто в ответ, я думаю, вы не стерпите. Ну, почему же я не... Отчасти я согласна в том, что действительно здание в аварийном состоянии. Действительно для тех, кто приходит на ипподром, все выглядит довольно грустно. Однако здесь вопрос подхода. Ипподром действительно очень сложный объект, и его нужно развивать. И эта площадка, даже просто как само городское пространство, действительно может играть большую роль в жизни города. Мария, тот же вопрос, что и всем, кто у нас сегодня участвует в программе. За чей счет банкет? Я думаю, что это нужно делать совместно, консолидировано. Как это сейчас в моде говорят? Государственное частное партнерство. То есть, безусловно, как это делается, например, и в других регионах, наверное, примерно так это было сделано. Есть какой-то примерный регион, на который мы могли бы равняться? Ну, давайте не будем трогать только Казань и Татарстан. Да, там даже совершенно другая ситуация. Я думаю, что мы можем равняться на Курский ипподром, когда там построили конно-спортивную школу. И там же на территории действует ипподром до сих пор. Антон Георгиевич, вам такой пример знакомый, который Мария сейчас приводит? Я бы хотел свое мнение сказать. Да, пожалуйста. Все, что мы строим, строим под какую-то технологию. Ипподром предназначен либо для подбега, либо подскачки. То есть, правильно человек говорит, что нужно, чтобы кто-то бежал и кто-то скакал на этот ипподром. Поэтому разговор идет о развитии сельского хозяйства, коневодства в целом в нашей стране и развитии этих пород лошадей. В целом коневодство, если сравнить, я вам сказал, что в Германии 50-60 тысяч лошадей рождается и все востребованы. В России он в очень тяжелом состоянии. Я думаю, что так или иначе это придет. У нас сельское хозяйство развивается в последнее время бурными темпами. И я думаю, что в достаточно близкое время придет очередь к конезаводству. И тогда все лошади, которые будут раздаться, им нужно бежать, им нужно скакать где-то. Они так иначе сами будут искать эти площадки, где это нужно сделать. А в советское время было вот это все, о чем вы говорите? Да. А в советское время вокруг Богородский, в Дальнем Константине. Там в каждом колхозе были лошади, которые приезжали и бежали на ипподроме, были рысаки. А что сейчас у нас в Нижегородском регионе? Ну а сейчас есть. Вот какая-то система рассыпалась, и так она никак не собирается. Вот когда все закончилось, вот создали это российский ипподром под эгидой «Газпрома». Николай Васильевич Исаков, там директор этого ипподрома. Пытались наладить катализаторы. Причем приходили очень активные люди, которые хотели в целой по стране это наладить. И с французами завязались. Там Алла Михайловна Ползунова, там известная наездница тоже. Но пока вот что не связывается. Знаете, Антон Ильич, Мария, очень удивительная история. Мы тоже к эфиру хотели связаться с росыподромами. Мы несколько недель им буквально писали, просили дать хоть какой-то комментарий человеку пообщаться. И с руководством Нижегородского ипподрома также пытались связаться. Это, получается, люди не заинтересованы в том, чтобы высказать свою позицию и защитить свои права? Или что происходит? В моем понимании, то, что сейчас правительство и губернаторы пытаются сделать, сохранить ипподром на этом месте, привезти его, хотя бы какие-то работы там сделать. Потому что для того, чтобы там привезти ипподром на уровень мировой, даже вот московский ипподром, там дорожка старая, советская. У нас вот грунты, я бы говорил про наши комплексы, у нас везде уже европейские грунты. Везде. Это уже само собой разумеющееся. А на ипподромах, даже на центральном московском ипподроме, это старый грунт, старая дорожка. Хотя это уже нигде в мире такого нет. Поэтому, я думаю, что пройдет несколько лет, сельское хозяйство обратит внимание на конезаводство, и тогда эти ипподромы сами расцветут. То есть, какая, оказывается, глубинная проблема? Да, в моем понимании, главное, что наш ипподром остался для нашего поколения, для следующего поколения, на этом месте. Потому что городу такому, как Нижний Новый, без ипподрома нельзя. Ну и условия там, конечно, создать надо. Понятно, что не мировые условия, не европейские, но хотя бы какие-то нормальные условия создать надо. Ну и девать никуда ипподром нельзя, иначе мы потеряем. Мы потом просто никогда их не восстановим. Не сносим, хорошо, договорились о старом грунте. Я хотела добавить, что ипподром — это все-таки не только сельское хозяйство, но это еще и зрелищные мероприятия для города и азартные игры. И вот все эти три компонента, они должны друг друга дополнять и развивать, поддерживать. То есть как азартные игры должны поддерживать, ипподром в хорошем состоянии. Зрелищные мероприятия должны привлекать людей к расистому спорту. И, собственно, развитие расистого спорта должно делать бега более конкурентными, и, соответственно, все остальное, зрелищность и азартные игры должны тоже быть. И, видимо, удача должна улыбнуться нижегородскому ипподрому, и вообще ипподромам в России в целом. А для удачи нужна подкова. Подкова. Знаете, мы с Оксаной до эфира, у нас разгорелся настоящий жаркий спор. Как правильно вешать подкову? Оксана говорит, что вешать надо вот так. И когда Илья сегодня в сюжете увидел, что на нижегородском ипподроме подкова висит именно так, он сказал, это же неправильно, поэтому удача не идет на эту площадку. Удачи и счастья сюда падают. Мы нашли в Яндексе тоже ответ, что надо вешать все-таки так, потому что черти не проходят через такой порог. Как вы считаете, все-таки вы к коням имеете большее отношение? Как правильно вешать, чтобы удача пришла на нижегородский ипподром? Я знаю, что подковы иногда используют просто как звонок. Вот вешают вот так и просто стучат в дверь. Прекрасно. Чтобы удача стучала. У вас, Анатолий Геннадьевич, в доме есть подкова над дверью? Не знаю, мне кажется, и так, и так. Главное, чтобы подкова была. А, чтобы вообще она была. Вот это настоящая ведь рабочая подкова. Что можете по ней сказать вообще, по этой подкове? Сколько километров лошадь проскакала? Да, второй номер. Лошадь много пробежала. Так что хорошая подкова. Очень аккуратная лошадь. Не тяжеловоз. Если вы скажете еще на какой ноге, на передней или на задней, я просто буду в восторге. Сложный вопрос о звездочке. Хорошо, так его и оставим. Но мы говорим о том, что спорт это, конечно, красиво, это зрелищно, это дорого, как мы поняли. Но есть еще один важный момент. Конный спорт это и опасно, в конце концов. Предлагаем посмотреть сюжет, такую видеоподборку тех случаев, которые неприятные могли случиться с наездниками на лошадях. Видео просим. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочется добавить, как в таких случаях говорят, при съемках этого видео ни одно животное, ни один наездик не пострадал. На самом деле страшно. Анатолий Геннадьевич, у вас когда-нибудь лошадь скидывала? А кто не падал? Все падали. То есть это нормальная такая практика? Да, ну у конников есть такая традиция. Упал, угощаешь шампански, все, кто видел. Вот знали бы мы, мы бы вас на лошадь посадили сегодня здесь в нашей студии, у нас и не такое бывало. Мария, самое главное, уметь падать. Все конники, которые хорошо тренируются, все умеют падать. Бывают, конечно, случаи, но вы можете показать еще утомленный сон, фильм, все бывает в жизни. Но я могу сказать, что травматизм в любом виде спорта есть, и в конном спорте тоже. А как можно правильно упасть, если лошадь бежит, останавливается, и ты перелетаешь у нее через голову фактически? Ну не на голову падать только. Сгруппироваться главное. Я даже не представляю. Передить голову. Но избежать таких случаев не получится, да? Потому что я вспоминаю, год-два назад была ситуация, когда девушка, которая практически профессионально занималась конным видом спорта, погибла. У нас в Нижнем. Бывают такие случаи. Бывают такие случаи. Я знаете, в свое время, когда в Москве проводился губок мэра, Юрий Михайлович Лужков решил на награждение выехать. Он сел в цивильном костюме, сел на лошадь и вышел на награждение. И он его прихватил и понесла по полю. Надо отдать ему должное, он удержался, он не упал, он его завел в угол. Просто надо уметь, надо тренироваться. И это первое. И второе, надо соблюдать просто правила техники безопасности. В любом клубе вязать правила техники безопасности, которые нужно выполнять. Вот когда люди нарушают эти правила техники безопасности, то вот эти проблемы возникают. Это как правило дорожного движения нарушает. А какие основные правила, которые нужно соблюдать сзади, не подходить спереди, не двигать? Не смотреть в зубы? Нет, там много правил, которые есть, надо соблюдать там прописку. Одно из правил, конечно, с задним подходить. И то, если ваша родная, вы можете сзади подойти. Обязательно с угощением приходить? Нет, угощение это как поощрение за работу, за хорошую работу. Не просто так это должно быть. Не надо сначала давать, да, в конце все-таки. Да, пусть работает. В связи с этим отдельный вопрос, я понимаю, это не совсем преподром, не совсем про конный спорт. Но в центре города летом, да и зимой сейчас на Покровке можно встретить лошадей, да, дети катаются и так далее. Ну, никакого инструктажа нет. Техники безопасности, как таковой, мне кажется, тоже нет. Насколько можно доверить таким вот аттракционам? Во-первых, там инструктор рядом идет и держит лошадь по воду. Я что-то не слышал. Ничего не случится в данном случае, да? Чтобы там что-то случалось, да. Поэтому, если вот к нам новички приходят, обязательно накордят. Ну, такая длинная веревка, обязательно шлем должен быть. Обязательно одежда нормальная, спортивная. Обязательно никаких больших каблуков, чтобы нога в стремени не застряла, когда там что-то случается. Ну, есть много вещей, прям по пунктам перечислены у всех, что нельзя делать, когда ты занимаешься конный спорт. Мария, вы ведь в качестве волонтера были на Нижегородском подроме, как я понимаю. Расскажите, в чем суть была вот эта работа, интересно. Я помогала с организацией мероприятий, хотелось вот как раз сделать бега более зрелищными. Устраивали различные конкурсы, делали красиво, чтобы люди приходили. Насколько это тяжело, организовать какое-то действительно зрелищное мероприятие, ну, городского, давайте, масштаба? Вы знаете, очень тяжело не организовать, потому что это интересная работа и как-то само собой идет. Очень тяжело тем спонсорам, людям, которые приходят как партнеры, даже гостям, доказать, что ипподром-то действительно есть. То есть они приходят, там чистое поле, ромашки, и что? Нет, они, когда они приходят, у нас уже бега, там понятно, уже все есть. Но когда ты оповещаешь людей о чем-то, люди удивляются действительно, и это было даже обидно. А приходят все-таки посмотреть с семьей, или это взрослые люди, или наоборот приходят ради детей, чтобы им показать? С семьей. Это семейный все-таки такой ритуал? Очень много детей, да. Вот, извините, скажу такую вещь, это если люди знают, куда идти и где Нижегородский ипподром расположен. Потому что мы, готовясь к сегодняшней программе, в том числе и спрашивали у наших коллег, у наших знакомых, а где он, Нижегородский ипподром? Собственно, материал, который вы увидите прямо сейчас на экранах своих телевизоров, тоже посвящен этому. Мы спросили у нижегородцев, а вы знаете, что у нас в режиме есть ипподром, и если да, то где он находится? У меня знакомая просто как бы девушка, которая занимается конным спортом, с ними выезжала, училась на лошади ездиться. На Гагарина знаю, он как раз около Щербинок находится, чуть дальше Щербинок. Там красивые лошади, аккуратные, ухоженные все. Ну и сами же окей, они все аккуратные. То есть видно, что любят своих протежей. В молодости, да, очень часто там бывал. Все время были бега и все, да, и детей там все время учили на лошадях кататься. Ну, он расцветал, будем так говорить. А в последнее время о нем что-нибудь слышали? Ну, сейчас нет. Знаем, что есть ипподром. Сестренка ходит заниматься, маленькая. Это которая где находится? В автозаводском районе, за улицей Космической. Я знаю, что у вас есть дельфинарий. Ипподром, про ипподром, честно, не знал. Есть. Есть у нас нижегородский ипподром. Господа эксперты, что можно сделать, чтобы изменить вот эту ситуацию, чтобы нижегородцы узнавали, что есть у нас такая площадка? Говорить. Рассказывать? Говорить, приглашать, что-то там делать? Да, побольше таких программ устраивать. Давайте Егора Крида туда пригласим, как вот на день города, мне кажется. И сразу все узнают, где это. Возможно, да, какие-то мероприятия там проводить, если позволит ситуация, если позволят все Ростехнадзоры. Позволит ли ситуация, узнаем у эксперта, который находится сейчас на телефонной линии с нами. С нами на связи министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. Сергей Анатольевич, добрый день, вы в прямом эфире. Илья, Оксана, уважаемые зрители, добрый день. Рады вас приветствовать в нашем эфире и ждем от вас какого-то уже вывода и точки зрения областного правительства. Будете ли вы как-то помогать Нижегородскому ипподрому, если да, то каким образом и что вообще можно сделать в этой ситуации? Главный ток наших переговоров с представителем АО «Российские ипподромы» и директором филиала Нижегородских ипподромов таков, что территория будет развиваться. Соответственно, более того, планируется строительство на этой же территории, на свободной территории детской конно-спортивной школы по программе «Газпром детям» за средства «Газпрома». Об этом заявил нам представитель АО «Российские ипподромы», и они официально делали представление тогда на совещании по этому проекту. Также, то, что касается текущих вопросов проблемных, это расконсервация. Нам показали приказ расконсервации 29 мая, соответственно, этой территории. Ипподром работает в штатном режиме, как нам доложили. То, что касается прекращения процедуры банкротства головной компании, которая находится в Москве, а именно «Российские ипподромы», то в настоящее время уже фактически завершаются переговоры по подписанию мирового соглашения для избежания процедур банкротства. И данный вопрос находится на контроле представителей среди директоров президента «Газпрома» Миллера. Так что сказали, что проблем здесь никаких не будет с точки зрения возобновления данной процедуры. В целом так. Сергей Анатольевич, у меня тоже один вопрос и комментарий. Все куневладельцы и все люди, которые были заинтересованы в том, чтобы ипподром дальше жил, они говорили, что нужно снизить хотя бы налог на землю, на эту территорию, для того, чтобы дальше можно было вздохнуть полной грудью. Можно ли это сделать на территории Нижнего Новгорода, Нижегородской области? Можно ли пойти навстречу? Во-первых, сейчас мы будем эту программу только обсуждать с российскими ипподромами. Нас интересует, когда, в какие сроки и как планируются инвестиции. Со стороны области, естественно, сейчас мы прорабатываем опросы, и наше министерство сельского хозяйства Нижегородской области прорабатывает опрос по компенсациям, которые мы можем использовать в рамках реконструкции комплекса. Но в целом мы должны увидеть весь проект, его стоимость, и тогда понять, в зависимости от вложений, каким образом область может поддержать ипподромы, и, соответственно, в том числе рассмотреть вопрос, где-то возможно снижение налога на имущество. Может быть, наша эксперта Мария Горецкая хочет задать вопрос, Сергей Анатольевич? Если возможно, у меня тоже есть вопрос. Не планируется ли, не идет ли разговоров о том, чтобы таким образом заодно и решить проблему со школой Пятиборья, которая у нас тоже в сложной ситуации? Я плохо услышал. Если можно, повторите, пожалуйста, вопрос. Есть проблемы со школой Пятиборья? Рассматривается ли этот вопрос? Хотя, мне кажется, это больше к министру спорта. Нет, там именно вопрос может быть... С землей, да? Да, с землей. С землей вопрос. Сергей Анатольевич, в курсе такой проблемы? Нет? Ну, честно скажу, конечно, не в курсе. То есть, то, что мы понимаем, площадка будет сохранена непосредственно, особо ценная площадка, где непосредственно происходит тренировка и испытания, соответственно, коней, да? Вопрос по школам, по наполнению, соответственно, этого ипподрома, конечно, мы еще не обсуждали. Но, насколько я слышал от министра спорта, всестороннюю поддержку по открытию школ, соответственно, по поддержке спорта он окажет. Ну, то есть, проблемы есть, о ней вы знаете, какие-то механизмы решения будете предлагать. Хорошо, спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. Благодарим за участие в прямом эфире. Ну, вас удовлетворило... Успокоило как-то ответ областного правительства. Мария? Скорее нет. Скорее нет, да? Но я думаю, что если это все-таки поставлено как-то на контроль, то вопрос будет решаться. Если бы отвернулись власти совсем, то тогда можно было бы разочароваться. А мы проследим. А пока мы видим, что от комментариев в нашем эфире отказались российские ипподромы и Нижегородский ипподром в частности. Удивительная ситуация. Я думаю, что оба наших эксперта отлично разбираются в породах лошадей. Все так? Как-то поскромничали вы сейчас? Нет, я разбираюсь в тех породах, которые заняты в локоном спорте. Атолич, после того, как вы, знаете, нам по подкору рассказали, сколько лет... Мы попробуем с вами поиграть сейчас. Мы заготовили фотографии, ну, таких самых выразительных пород лошадей. Нам кажется, что даже те люди, которые не разбираются в лошадях, ну, по каким-то таким моментам угадают, что это за порода. Можно спросить сначала у наших гостей, какие породы у них любимые, может быть, есть? Какая-то прям одна, какая-то любимая? Ну, я, безусловно, люблю наших орловцев. Ага. Андрей Гриевич? Нет, мне нравятся орловские рысаки тоже, они такие хорошие. Благур у нас орловский рысак, но я еще тракенов люблю и гоную. Орловский рысак у нас тоже будет загадан. Интересно, узнают ли гости его. Да, давайте посмотрим. Предлагаю посмотреть первую фотографию и кто же на ней может быть. Маш, давай первая. Кланс, как она, Клансдейл. Ого-го, сейчас дискуссия развернется. Нет, это фриз, думаю, это не фриз. Нет, Кланс... Анатолий Геннадьевич, предлагайте, предлагайте. Это прям вот русская такая порода из соседней с нами области. Владимирский тяжеловоз. Да, абсолютно верно, Владимирский тяжеловоз. Значит, нет, сюда ты отсвечиваешь. Знаете, это вот единственное, что мы, наверное, с Оксаной сразу угадали, когда подбирали эти картинки, это Владимирский тяжеловоз. Ну, ничего, ничего, мы готовы идти дальше и... Следующая фотография. Красивая. Это арабчонок. Так. Мария. Возможно, не очень характерна, наверное. Как-то Мария сомневается. Есть вариант? Ну, похож, да. Слушайте, подожди, сейчас будет интересно, потому что нам сказали люди, что это нравится порода обоим нашим гостям сегодня. Но они же родственники. И ни тот, ни другой не узнали орловского рысака. Но они же родственники. Ну, не знаем, ну, мы, по крайней мере, вот орловский рысак... Мария выкрутилась, Анатолий Геннадьевич удивлен. Нет, ну, тут... Спорный момент, видимо, да? Спорный момент, ладно. Нечистокровный рысак, видимо, попался. Слушай, ну, у нас эксперты, конечно, в студии. Предлагаю перейти к следующей фотографии. Дальше. О! Очень простая такая. Незатейливая. Прям, да. Ваша. Наша родная. Наша прям, чувствуется ведь, да, вот это. Несмотря на такую внешнюю серость, там заключена мощность. Перевозки? Перевозки. Наш. Вятская. Вятская порода лошадей, да. Давайте вот, оп, подписан, да, правильно ответ. Пятская порода. Сейчас будет очень забавная фотография, мне она нравится больше всего. Слушай, мне кажется, надо было разыгрывать приз, он бы сегодня остался у нас. Вот это чудесная порода. Вот можно забрать домой, положить на коврик рядом с диваном и просто тютюшкать ее. Ну, это, наверное, же ребенок шатленского поня. Я не знаю. Не знаете. Анатолий Иванович принял мудрое решение, знаете, чего придумывать, да? Мы тоже не знали, пока не стали подбирать эти породы. Это называется флабелла. Именно такая, да. Она совсем небольшая, размером буквально с какую-то домашнюю собаку. 75 сантиметров в высоту всего лишь. И заключительная фотография, ну, очень выразительная. Сейчас будет порода, попробуйте, только не угадайте. Я прям хочу подсказать даже. И черная, и белая. Знаете, она такая, танцевать хочется, когда на нее смотришь, как-нибудь вот так, я бы даже сказал. И медведей позвать. Есть варианты? Американская какая-то. Да наш уже, мы же говорим. Ай-на-ны-на-ны. Подожди, цыганская? А вот, ура, да. Мария угадала. Действительно, цыганская порода упрешна именно так. Ну что ж, меня удивили, на самом деле, результаты. А сколько вообще пород лошадей существует? Не знаю, тысячи, наверное, да, ведь? Очень много, да? Какая самая ценная? Есть такое понятие? Все лошади, которые происходят двух, вот спортивный лошадь, двух пород. Это чисто верховая, чистокровная верховая английская лошадь и арабская лошадь. Есть какие-то данные сейчас, вот, самая дорогая лошадь в мире? По выездке могу сказать, Татилос был продан из Голландии в Германию за 15 миллионов евро. Ох, ох, не чем мы с тобой занимаемся. Не звонок. И что же говорят наши слушатели? Альберт нам позвонил из Горбатовки, между прочим, и сказал буквально следующее. Государство должно восстановить ипподром, на ипподроме должны заниматься в том числе с, цитирую сообщение, с больными детьми. Есть такое направление, ипотерапия. Вот как раз мы с вами, Анатолий Геннадьевич, вначале говорили, плюсы того, что человек общается с лошадью. Наверное, для здоровья тут есть тоже огромные плюсы. Нет, у нас есть специальный врач, кандидат наук, Марина Чеснокова, которой мы занимаемся. Не знаю, а в Нижнем Новгороде вообще есть какая-то такая возможность найти какой-то клуб и просто заниматься вот той самой? В пассаж приходите, там все есть. А как долго этот курс вообще идет? Что он в себя включает? Просто обниматься с лошадью или просто верховым покататься? Нет, во-первых, когда врач-профессионал, он там смотрит сам, как лучше. Потому что болезни разными бывают, и по-разному подходит индивидуальный подход. Но могу сказать, что у нас проводится вплоть до чемпионатов Европы для инвалидов. И очень приятно, что вот конники-инвалиды, это такие же нормальные обычные люди, которые живут в таком же обществе, но у них что-то не могут. Я вот был на одном чемпионате мира во Франции, на чемпионате Европы, и там тоже вот девушка без ног, красиво одетая, там прическа, блондинка. В цилиндре, во фраке. Ее сняли с лошади, посадили на тележку, она взяла лошадь, тележка автоматически повезла, там за 100 метров лошадь мыть. Одна. Никто на нее внимание не обращает. Живет нормально, обычной жизнью. Ну да, ей помогли залезть на лошадь, помогли. А дальше она все делает сама. Но это мы говорим не об ипотерапии, а об паралимпийских... Ну, это тоже начинается с ипотерапии. Они тоже такие же, они приходят нам никакие, а потом все хотят спортом заниматься. И вот как раз ваша собеседница недавно провела, Елена Владимировна, да, такое соревнование, чемпионат, и я видела у них фотографию, там стоит коляска, девушка на лошади, такой роскошный лошадь большой, и пустая коляска рядом. Ну, смотрится, просто слезы наворачиваются на глаза. Это нормально. Да, это очень здорово смотрится. До конца эфира остаются и считанные минуты. Давайте завершим ответом на вопрос вот от вас двоих. Нужен ли Нижнему Новгороду ипподром? Анатолий Геннадьевич? Нужен, обязательно. Однозначно нужен. Однозначно нужен. Мария? Нужен, но не в том виде, в котором он сейчас. Нужна полноценная развитая территория с видами спорта, развитое городское пространство, куда люди будут приходить не только по праздникам, не только на бега, но и каждый день. Спасибо. Будем думать, что наш сегодняшний разговор, в том числе, каким-то образом, немножечко нас пододвинул к решению этой проблемы. Нашим гостям говорим спасибо и просим уже передвигаться дальше. Спасибо за разговор. Мы подводим итоги нашего интерактивного опроса. Мы спросили в нашей группе ВКонтакте день за днем. Сегодня очень просто. Нужен ли Нижнему ипподром? Так же, как мы и спросили наших гостей. И какой вариант сейчас, Илья, аутсайдер? Вариант аутсайдер сейчас буквально 21,5%. Лучше бы построили современную хоккейную арену. Есть такое мнение. Лишь каждый пятый голосовал за этот вариант. Дальше я вижу на второй позиции и 38% голосов. Отдано варианту «Да, с удовольствием посмотрел бы бега». Но я обращаю внимание, что на момент старта нашего разговора в прямом эфире ННТВ этот вариант был на первом месте. Он потерял голоса и вырвался на первое место. Второй вариант в нашем голосовании. Нет, конечно, нужен ипподром, но только при условии, если содержать этот объект будет ни много ни мало федеральный бюджет. Вот, пожалуйста, такое мнение. Частные инвестиции тоже, возможно, как доказали наши эксперты, они важны и нужны. И будем надеяться, что при такой вот совместной концессии и государства, и каких-то частных партнеров получится возродить Нижегородский ипподром. Ну, а прямо сейчас в нашей студии с актуальной информационной повесткой снова появляется Анна Кормакова. Аня, еще раз тебе привет. И вопрос сразу же, каталась ли ты когда-нибудь на лошади? Нет, но шляпку у меня есть, поэтому на скачки могу ходить. А, то есть ты думаешь, что все начинается со шляпки, а все остальное потом? Разумеется. Мне кажется, у женщин всегда так происходит. Главное подобрать наряд. Пожалуйста, новости. Да, время не стоит на месте, особенно если это время новостей. В ближайшие минуты коротко о главном. Прямо сейчас на центральной площади Нижнего Новгорода идет официальная церемония открытия фестиваля болельщиков. Это лучшее место после стадиона для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу. На открытии фестиваля выступят послы города-организатора Нижнего Новгорода на Чемпионате мира 2018 братья Сергей и Владимир Крестовский из группы Ума Турман. И к другим новостям. В Нижегородской области продолжается реализация федеральной приоритетной программы формирования комфортной городской среды. В городском округе города Выкса побывал наш корреспондент Артемий Катков. Юлия Анатольевна живет в этом доме уже больше 40 лет, но благоустройство здесь не припомнят. Поэтому, когда двор вошел в программу формирования комфортной городской среды, вместе с остальными жителями активно включилась в обсуждение, чего не хватает в их дворе. Это и парковки, и газоны, и детская площадка. В этом дворе я живу уже 40 с лишним лет, и первый раз за эти 40 с лишним лет делается ремонт. Мы вообще довольны этим. Надеемся, что у нас будет теперь двор красивый, и будут все завидовать нашему двору. Опросы проводились в разных форматах. В виде личных встреч на сайте администрации и по телефону. Ход работ жители окрестных домов тоже контролируют вместе с местными властями. Глава региона Глеб Сергеевич Никитин определил основным из главных приоритетов именно благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. И уже в текущем году в рамках субсидий и выделения федеральных и областных средств на данные цели округ ВИКСа получил более 28 миллионов рублей. В ВИКСе, кроме этого двора, в этом году планируется благоустроить еще 23 дворовых территории, а также одно общественное пространство – любимый горожанами парк «Лебединый рай», за который на рейтинговом голосовании 18 марта проголосовали почти 19 тысяч выксунцев. Артемий Катков и Ваксим Веселов. Время новостей. Появилась в Нижнем Новгороде специально к чемпионату мира специалисты медицинных катастроф получили вертолет. Как говорят в службе, он оснащен лучше, чем карета скорой помощи. Продолжение следует... На этом пока все. О развитии событий поговорим уже в 17.30. Это время новостей. Оставайтесь с нами. Остраин Катков Катков